Вот и подошел к концу первый месяц 2022 года. Он принес немало потерь. Сегодня я расскажу вам об известных людях, которые покинули этот мир в январе 2022 года. 1 января из жизни ушел актер и театральный деятель Михаил Бычков. Его сын сообщил, что артист скончался в новогоднюю ночь вскоре после застолья. Михаил Бычков был известен по фильмам «12 стульев», «Киндзадза» и «Подруги». Актеру был 71 год. Актер театра и кино Владимир Городничев покинул этот мир 3 января. О причинах его смерти ничего не известно. Зрителям он был известен по фильму «Сказка о купеческой дочери» и «Таинственном цветке». Также стоит отметить, что актер играл на сцене Ивановского драматического театра с 1973 года. Владимиру Городничеву было 74 года. Известной эстонской актрисой Марии Клинской не стало 6 января. Стоит отметить, что эта эстонская актриса была знакома и российскому зрителю. Мария Клинская снималась в фильмах «Служанка», «Украденное свидание» и во многих других. Актрисе было 70 лет. Также в этот день, 6 января, умер американский кинорежиссер, сценарист и актер Питер Богданович. Большому числу людей он был известен как режиссер фильма «Последний киносеанс». Причиной смерти Питера Богдановича стала болезнь Паркинсона. Актеру и режиссеру было 82 года. 7 января остановилось сердце писателя Александра Тимофеевского. Он был известен как автор песни «Пусть бегут неуклюже», которая прозвучала в мультфильме «Чебурашка». Александру Тимофеевскому было 88 лет. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Писатель покоится на Троекуровском кладбище. Российский журналист и телеведущий, известный по программе «Вести Москва» Михаил Зеленский, покинул тот мир 11 января. Также зрители помнят его как ведущего шоу «Прямой эфир», «Форт Боярд», «Танцы на льду» и других. Причиной смерти Михаила Зеленского стал сердечный приступ, вызванный хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Телеведущему было 46 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище. Также 11 января мертвым был найден российский киноактер Алексей Гирилович. Точно неизвестно, когда он ушел из жизни. Есть информация о том, что актер пролежал в квартире несколько дней до того, как был обнаружен. Алексей Гирилович играл небольшие роли в российском кино. Всего он снялся более чем в 60 лет. Актеру было 48 лет. Советской и российской актрисе театра и кино Анастасии Вознесенской не стало 14 января. Она знакома зрителям по советским фильмам, таким как «Майор Вихрь», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Оглянись» и по многим другим. Актрисе было 78 лет. Причиной ее смерти стали последствия коронавируса. Похоронена Анастасия Вознесенская на Троекуровском кладбище, рядом с мужем, актером Андреем Мехковым. Российский киноактер Иван Рудаков завершил свой земной путь 16 января. Ему было всего 43 года. Согласно информации из открытых источников, причиной смерти стали проблемы с сердцем и последствия перенесенного коронавируса. Иван Рудаков был известен зрителям по фильмам «Не отрекаются любя», «Кухня», «Самая красивая», «Медиум» и по другим. Актера похоронили на Троекуровском кладбище. Также 16 января этот мир покинула бразильская актриса Франсуаза Фартон. Российскому зрителю она была известна благодаря роли Симоне из многосерийного фильма «Клон». Актриса прожила 64 года. Причиной ее смерти стал рак. Актер театра и кино Анатолий Басин умер 17 января. Он не был широко известным актером, но все-таки запомнился многим по своим небольшим ролям в фильмах «Рублевка. Лайф», «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Одинокий волк» и по другим. Анатолию Басину было 72 года. 18 января этот мир покинула актриса театра и кино Екатерина Сибирякова. Она сыграла в кино всего пять ролей и была в основном известна театральному зрителю. Почти 30 лет Екатерина Сибирякова служила в Московском театре имени Пушкина. О причинах смерти актрисы ничего не известно. Екатерине Сибиряковой было 49 лет. 19 января на 1938 году жизни скончался французский актер Гаспар Ульель. Большому числу зрителей этот актер известен по фильму «Ганнибал восхождения», в котором он сыграл главную мужскую роль. Также Гаспар Ульель снялся в лентах «Заблудшие», «Долгая помолвка», «Последний день» и во многих других. Причиной смерти молодого актера стал несчастный случай. Гаспар Ульель столкнулся с лыжником на горнолыжном курорте. От полученных травм он скончался в больнице. Человек, с которым он столкнулся, травм не получил. 20 января из жизни ушел советский и казахский актер театра и кино Талиубек Аралбай. Он был известен по исполнению ролей в фильмах «Сердце моё Астана», «Дыня», «Азиат», «Саранча» и других. Талиубек Аралбай прожил в этом мире 71 год. Советский и латвийский актер Арнис Лицитис ушел из этого мира 21 января. В фильмографии этого актера более сотни работ. Зрителям он знаком по фильмам «Воры в законе», «Одиночное плавание», «Вариант зомби», «Фаворит» и по многим другим. Причиной смерти актера стала остановка сердца. Ему было 76 лет, а Арнис Лицитис похоронен на лесном кладбище Риги рядом с могилой матери. 30 января свой земной путь завершил советский и российский киноактер Леонид Куравлев. За все время творчества в его фильмографии накопилось более двух сотен работ. Зрители помнят этого актера по фильмам «Афоня», «Опасно для жизни», «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Самое обаятельное и привлекательное», «Не может быть» и по многим другим. Леониду Куравлеву было 85 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца на фоне различных заболеваний. Согласно информации из открытых источников, церемония прощания с Леонидом Куравлевым состоится 1 февраля в Центральном доме кинематографистов. Похоронят кумира миллионов на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Субтитры создавал DimaTorzok